Во-первых, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней партии. Как она прошла? Ну, в принципе, учитывая, что партию я выиграл, прошла она блестяще. А что касается самой партии, то учитывая то, что Весли здесь играет довольно посредственно, я просто хотел получить игровую позицию в надежде на то, что в длинной борьбе кажется его вообще самочувствие, то, что он зевает объективно, то, что у него какие-то просчеты, что-то с ним происходит в этом турнире. И, в принципе, моя задача была просто, чтобы после дебюта все не разменялось. Ну, как бы все, в принципе, шло по плану. Была сложная игровая позиция, мне кажется, у меня чуть-чуть было получше. Ну, по крайней мере, большинство. Самый большой отрезок партии. Ну, то есть, мне кажется, что у меня в целом было получше всю партию почти. И можно отметить, что он сделал неудачный ход. Он побил на Ц3, этот 39-й ход, по-моему. Вместо этого, мне кажется, Владимир Бассемин ему надолго пойти. И потом, после контроля у меня уже был большой перевес. И было очень важно найти очень сильный маневр. Я нашел конь С5, конь А6, ладья С8. Это 45-й примерно ход. И получается, что он не может бить еды из-за Е5. То есть, вот это было очень сложно. Ну, и после того, как я это нашел, уже, в принципе, было, наверное, ну, почти выигранами. Как в целом вы оцениваете свою форму на этом турнире? Ну, в принципе, учитывая то, что я иду плюс один перед последним туром, можно сказать, что удовлетворительно. Потому что, ну, например, скажем, если сравнивать со Сталангером, то у меня было минус два перед последним туром, и ужасное настроение. А здесь, ну, по крайней мере, теоретически я даже могу за первое побороться. Ну, даже не в этом дело. А дело в том, что просто приятно, как бы, получать удовольствие, когда у тебя получаются твои идеи, они получаются в жизнь, и выиграешь в партии. Это, наверное, самое приятное, что может быть у шахматиста. Что влияет на такое состояние, когда получается играть? Ну, наверное, семья, которая меня поддерживает, плюс рождение ребёнка, которое произошло буквально за один день до моего вылеза. Вот они меня вдохновляют. Могу им посвятить свою лишнюю победу. Да, вы, к сожалению, пропустили рождение первого сына, и в этот раз так сложилось, что получилось присутствовать. Как это повлияло на общее отношение, наверное, к жизни? Ну, это было прекрасно, потрясающе. То есть я был очень вдохновлён. И, конечно, я сюда приехал в отличнейшем настроении. Ну, потому что если бы он родился на день позже, я бы уже улетел. То есть всё-таки были бы другие ощущения. А так я успел даже с ним познакомиться. И это было прекрасно. Но, к сожалению, на выписку не успел. Ну, это уже, может быть, когда третий будет успевать на выписку. Значит, планируете третьего? Не, ну я бы так пока не говорил. Лучше такие вещи согласовывать женой. Посмотрим. А есть уже имя? Это имя нет. Сергей, я так понимаю, что на этом турнире, наверное, только у россиян нет секундантов. Как вы считаете, как это влияет на игру? И вообще, имеет ли это для вас значение? Нет, на самом деле секундантов у меня есть. Но просто он работает по удалённой системе. И всё время мне присылают какие-то файлы шахматные. То есть, вот скажем, даже сегодняшнюю мою партию... Я могу сказать, что дебют он анализировал. И, в принципе, сделал это довольно успешно. А так, в целом, то, что я здесь один, конечно, это накладывает определённый отпечаток. Потому что тяжеловато, не с кем пообщаться, не с кем погулять. Но, может быть, с другой стороны, я могу лучше концентрироваться и ни о чём, кроме шахмат, не думать. И к вопросу о предстоящем Кубке Мира, в котором принимают участие все сильнейшие шахматисты мира, и в том числе чемпион мира. Как вы относитесь к его выступлениям, и как вы оцениваете вообще шансы всех участников? Ну, если честно, я шокирован тем, что играет Магнус. Потому что, ну, Кубок Мира, турнир, в принципе, и престижный, но мне казалось, что чемпионы мира очень редко в нём участвуют. Но, в принципе, большинство там будет сражаться за то, чтобы отобраться в турнир претендентов. А так как я уже туда отобрался, то для меня будет самым большой стимулом и это постараться отстоять мой титул победителя Кубка Мира. Поэтому я, конечно, буду прикладывать все усилия. Но мотивация, наверное, уже будет не та. Нет, ну, как бы с одной стороны не та, но с другой стороны всё равно проигрывать не хочется. А там турнир очень жёсткий, и как бы один раз ты проиграл, и ты вылетел. Поэтому буду всё-таки биться изо всех сил. Хорошо, удачи вам! Спасибо.